Художница Саша Скочеленко, получившая 7 лет тюрьмы за фейки о российской армии, и её девушка Соня не могли бы жениться у себя на родине в России. Но после обмена политзаключёнными Саша оказалась в Германии, в стране, признающей однополые браки. Там она и Соня, открытые лесбиянки, воссоединились и могут строить планы на будущее. Я продолжалась, потому что, к сожалению, мы не знаем. Я знакома с очень многими партнёрками других политзаключённых. Чаще всего это девушки, которые ждут своих мужчин. И очень частая ситуация, когда они женятся прямо в СИЗО или в колонии, так можно. И это даёт им право на длительные свидания. Это даёт право чаще получать звонки, кратковременные свидания, потому что их статус, он какой-то определённый перед государством. Но у нас такой возможности, конечно, никогда не было. Дело против Скочеленко было крайне резонансным. И на этом фоне отношения девушек в России стали публичными. Саша формально не занималась политикой, но попала в список из 16 политзаключённых, которых Россия и Беларусь обменяли на сотрудников своих спецслужб. В интервью СМИ Саша и Соня признались, что теперь хотят спокойной частной жизни и свободы. Я чувствую, что я в очень свободной стране, потому что мы можем гулять по улице. Скочеленко приговорили к 7 годам тюрьмы после того, как она сменила несколько ценников в продуктовом магазине на антивоенные стикеры.